Мужчины, что здесь строите? Широк людской поток, но как по команде в одну сторону развернуты головы прохожих, обозревают стройку. И только Галина Анатольевна решилась и спросила. А подумала, не знато ли окна и не знаю что. Оказывается, крылечка. Или может быть будет памятник какой? Но ответить кратко не в силах и самим авторам проекта. В России после Москвы только в Лакжане решились на такое активация. Так молодые архитекторы назвали свой проект. Суть – город для людей. Не только набережная, парки, скверы и на проходной улице можно активировать каждый уголок. Мы решили использовать это место как некое место встреч, деревянный амфитеатр на центральной улице города. Это новый пейджер. Народное название места авторы менять не стали. Это будет выглядеть как ступени из камьи. Только выглядеть. Предназначение конструкции определится опытным путем. Каждая ступень может использоваться как место для сидения и в то же время как место для подъема. И мы не говорим, не обозначаем четко какой-то функциональной схемы на этом объекте. Человек сам определит, как ему удобнее. И в рамках дней архитектуры подобных объектов в Вологде построят пять. Везде поставят деревца в катках, цветы в вазонах и до конца мая обязательно обещают подключить Wi-Fi. Через два дня мы выставляем уже ГДК объект. Он называется Треугольный сад. Дальше у нас, наверное, завтра, скорее всего, уже будет выставлен каркас у Красного моста. Очень интересный объект. Наверное, вы помните, это такие квадратные тумбы, спускающиеся с берега к воде. Каркасы всех объектов сегодня уже собраны в цехах. В этой мастерской готовится конструкция, которую подрузят на каменном мосту. Шесть лавок одной полосой поставят вдоль моста, за остановкой десять поперек. Люди идут, спешат на работу. Собственно, это все подчеркнуто в такой форме. В форме таких вот наклонных скамей с острыми углами. Бульвар раскладушек. Так авторы назвали свой объект. Эти скамейки сами, что конструктор. Продумано специальное крепление по необходимости, чтобы собрать вместе в один амфитеатр. Часть скамеи будет стоять отдельно, часть будет собираться в такие конструкции, на которых можно сидеть прям с ногами. То есть можно забираться и сидеть вот так. Почти все пять объектов строят из березы. Авторы считают, что дерево лучше всех подходит для благоустройства современных общественных пространств. Антивандальный компонент продуман тоже. Будут прикручиваться к асфальту жесткое соединение, которое будет практически невозможно. Ну там при помощи инструментов только открутить. Срок службы всех объектов рассчитан лет на пять. При том, что в Алакжану на них предлагают ходить, стоять и по желанию прыгать. Впрочем, посиделки с гитарой для их использования лучший вариант. Изменить не только облик города, но и сознание в Алакжан. Такую амбициозную цель поставили перед собой молодые авторы проекта. Причем это не просто слова, это конкретное действие. Например, возле городского дома культуры появится такой своеобразный деревянный объект, плоскость, которая будет перетекать сиденья в столы и обратно. Так вот, там не будет ни одной ровной поверхности, всенаклонной. На них можно будет поставить ноутбук, но никак не бутылку. А Галина Анатольевна не пожалела, что вышла из толпы прохожих и свои вопросы задала. Объяснение вышло пространным, но услышанному она дала свое добро. Очень интересно, я так переживаю, я так радуюсь за город. Юлия Махова, Игорь Трифонов, Новости Вологды.